В последнее время двухколесный транспорт просто оккупировал Бобруйск. Это и неудивительно, ведь байк это модно, дешево и самое главное это здоровье. Расскажем и покажем вам, как прошел велопробег 2019. Сотни бобручан от мала до велика. Такие разные, но в то же время такие похожие велосипедисты. Люди, для которых были открыты все улицы города с солнечным субботним утром. Маршрут движения участников от Вечного огня до Бобруйск-арены. От места, где начинается новая история, до места, где она продолжается. На время главная дорожная магистраль превратилась в одну большую велодорожку длиной в 5 километров. Спортивный настрой и море улыбок. Велопробег уже давно стал хорошей традицией. Сотни бобручан во главе с мэром города Александром Студневым сменили привычную одежду на спортивный костюм. А это в очередной раз подтверждает, осенний заезд стал настоящим городским праздником. Каждый сегодня зарядился от велопробега, почувствовал энергию, силу. А нам еще вдвойне сегодня повезло с погодой. Замечательная погода, можно сказать, такая хорошая теплая осень. Замечательно. Байк в Бобруйске любят все без исключения. Весьма символично, что в колонии руководство города, сотрудники организации, спортсмены и те, кому не все равно. Тем самым велосипедисты пропагандируют здоровый образ жизни. Мы за здоровый образ жизни. Нам нравится. Это любительский вид спорта такой велосипедный. Вообще, я очень много провожу времени на велосипеде, на работу езжу. Поддержать свой город. Показать, что мы спортивные, что мы не хуже других городов. Куча позитива. Так круто, так классно. Бобруйск очень тепло нас приветствует. Все очень понравилось. Пропаганда здорового образа жизни. Почаще бы такие мероприятия проводили. Будем участвовать. Все с семьей. Я с семьей здесь. Покататься на лошадях, попробовать себя в роли художника, пройти квест Код Крепости, поиграть в настольный теннис, потанцевать и просто насладиться хорошей музыкой и неповторимой атмосферой праздника. Уже после велопробега бобручанам предложили массу развлечений. Я ей скажу с другим наедине. Велосезон 2019 официально закрыт. Но это не значит, что пора прятать своих двухколесных коней. Ведь здоровый образ жизни не знает плохой погоды. А значит, бобручане и дальше будут покорять просторы родного города на экологически чистом виде транспорта. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.